Всем добрый день! Мы с вами находимся на полевом городе в Краснодаре. В различных регионах нашей страны уже активно идет лед чешуи крылых насекомых вредителей. И как известно, лучший их мониторинг это феромонные ловушки. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же правильно собрать нашу феромонную ловушку. Наша феромонная ловушка состоит из домика, клеевого слоя и феромонного диспенсера. Попробуем собрать наш домик. Собирать его достаточно просто, загибая по швам внутрь все части нашего домика. Верхняя часть у нас загибается подобным образом. Это необходимо для того, чтобы осадки не попадали внутрь. Для прочности можно скрепить верхнюю часть скрепками или степлером. Наш домик готов. Далее внутри ловушки мы размещаем клеевой слой и сам феромонный диспенсер. Диспенсер можно разместить как на клеевом слое, так и на скрепке, подвесив сверху. Если мы размещаем наш диспенсер на клеевой основе, то рекомендуем несколько раз его смазать в нашем клее подобным образом. Это необходимо для того, чтобы наш диспенсер при сильном ветре не снесло с нашего клеевого слоя. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что клеевой слой, как правило, рассчитан на таких вредителей, как моль, плодожорка или огневка, но не для хлопковой совки. Поэтому для мониторинга этого вредителя мы рекомендуем дополнительно сверху нанести жидкий клей на нашу клеевую основу. Далее мы вставляем наш клейкий вкладыш внутрь домика. Итак, наша феромонная ловушка готова. Осталось разместить ее в поле. На этом все.